Фигуристка Камила Валиева исполнила на тренировке аксель 3,5 оборота. Видео спортсменка опубликовала в телеграм-канале. В следующем сезоне Валиева успешно не исполняла этот элемент. На чемпионате России она зашла на него в короткой программе, но сделала бабочку. Эксфигуристка тренер Катарина Гербальт высказалась о решении российского антидопингового агентства Русада по делу фигуристки Камилы Валиевой. Дисциплинарный комитет Русада признал Валиеву невиновной в допинговом нарушении, но аннулировал ее победный результат на чемпионате России 25 декабря 2021 года. Новым победителем турнира должна стать Александра Трусова. Трусовой хотелось бы какого-то признания, чтобы ей вручили титул. С другой стороны, это же было так давно, что становится уже непонятно, а зачем это делать. Получается, что и другим спортсменам должны вручить их медали, считает Катарина Гербальт. Может провести вручение тогда тихо и спокойно, чтобы никак не обидеть Валиеву? Тут скользкий вопрос. У нее забрали титул чемпионки России, но обиды не должно быть. По идее, она не должна была тогда ехать на Олимпиаду, но она поехала и с каким-то титулом хотя бы осталась. Очень обидно сейчас Лизе Туктамышевой, которая должна была ехать на Олимпиаду. Она же могла что-то занять, что-то выиграть, но ничего не вышло. Ей должно быть обидно. Было бы правильно, чтобы сама Валиева отдала Трусовой золотую медаль. Это было давно, так что не имеет значения, есть ли медаль у Трусовой. Все знают, что ей принадлежит этот титул и звание чемпионки России. Это самое главное, сказала Гербальт. Больше месяца олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров находится в больнице. Врачи борются за его здоровье и, по словам супруги фигуриста, делают все возможное и невозможное. Тем не менее, в СМИ время от времени появляется разная информация о текущем состоянии Костомарова. Некоторые новости очень тревожны. Однако напомним, что все сведения носят неофициальный характер, так как близкие Романа не раскрывали никаких подробностей. После ампутации обеих ступней в СМИ сообщали, что некроз конечностей продолжает прогрессировать. По данным РБК, в начале текущей недели будет принято решение о необходимости новых операций олимпийскому чемпиону. В настоящее время Костомаров может общаться и большую часть дня находиться в сознании. Но о какой конкретной операции может идти речь, источник не уточняет. Ранее сообщалось, что новое хирургическое вмешательство может коснуться верхних конечностей Романа – пальцев рук. По информации из Вестий, фигурист уже дал согласие на ампутацию, если не удастся наладить кровоснабжение. Сейчас врачи продолжают бороться за сохранение верхних конечностей, однако его состояние остается тяжелым. У Романа серьезные проблемы с сердцем и сосудами, об этом сообщал Пятый канал. Несмотря на это, Костомаров постепенно учится дышать самостоятельно, а двукратный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Иван Скобрев добавил, что фигурист даже пытается встать. В больнице его все чаще и чаще приводит сознание, а врачи занимаются с Романом лечебной физкультурой, но сам он толком говорить не может, он шевелит губами, пытается вставать, ворочается. Его жена Оксана Домнина навещает Костомарова каждый день, сообщил Скобрев в интервью НТВ. Костомарову предстоит долгая реабилитация, и ему уже готовы помочь его коллеги. В феврале стартует ежегодный всероссийский тур ледникового периода в поддержку Олимпийского чемпиона. Об этом сообщил продюсер проекта Илья Авербух. Этот ежегодный уже 19-й всероссийский тур мы, как обычно, планировали сильно заранее, еще в прошлом году. Но жизнь несла очень дешелые коррективы, сказал Илья Авербух. Мы решили изменить свои планы и бросить все силы на то, чтобы этот тур прошел в поддержку Ромы. Для нас это не развлекательное мероприятие, а объединяющие гастроли, которые должны сплотить всех нас. Рома – часть нашей ледовой семьи, мы прошли вместе огромный путь длиной в 19 лет, в течение которых были тысячи выступлений на различных площадках перед любимым зрителем. Семья – это семья, и в семье люди должны поддерживать друг друга. И мы со своей стороны постараемся всесторонне поддерживать Романа и его семью, как морально, так и материально. Уверен, что зрители, которые придут на наше выступление, смогут передать свою энергию любви и показать, что он не один, что мы все вместе. Приводит слова Авербуха, пресс-служба, тура, ледниковый период, снова вместе. Сегодня заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой исполнилось 76 лет. С днем рождения в соцсетях ее поздравили коллеги и фигуристы. Татьяна Нав. Дорогая Татьяна Анатольевна, с днем рождения. Как показывает время, самое главное, что можно пожелать человеку – это здоровье. Долгие и благие лета. Татьяна Анатольевна. Вы для нескольких поколений фигуристов легенда и незабываемый авторитет, мнение которого очень дорого и ценно. Очень приятно было видеть вас в новогодние праздники среди зрителей нашей новой сказки «На льду». Адалина Сотникова. Дорогая Татьяна Анатольевна, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам крепкого здоровья, терпения на все. Спасибо вам за все, что вы однажды сделали для моей семьи. Спасибо за поддержку и веру в меня. Я вас очень люблю и благодарна за все. Евгений Плющин. Спасибо за вашу дружбу. Ценю, безмерно уважаю. Станислава Константинова. Дорогая Татьяна Анатольевна, от всей души поздравляю вас с днем рождения. Анастасия Зинина. Великая Татьяна Анатольевна, поздравляю вас с днем рождения. Софья Муравьева. Татьяна Анатольевна, с днем рождения, здоровья и всего самого лучшего. Максим Мариин. С днем рождения, уважаемая Татьяна Анатольевна. Крепкого здоровья, с большой любовью и уважением. Анна Щербакова. Татьяна Анатольевна, с днем рождения. Камил Валиева показал тренировку танцев, подписав видео «Прекрасное завершение дня». Елена Чайковская рассказала о задачах главного тренера сборной России по фигурному катанию. «Я третий раз главный тренер сборной России за всю историю моей тренерской работы. Сейчас я принял очень сильную сборную, бывали времена, когда было и хуже, сейчас у меня в руках очень сильная и интересная по составу команда. Я надеюсь, что они и дальше будут идти и показывать, что такое наше российское фигурное катание. А в чем сила нашей сборной? Сила в изобретательности, сила в идеях, сила в открытиях, потому что очень многие элементы, подходы к программам были здесь созданы. Россия всегда отличалась удивительной изобретательностью, идеями, музыкальностью, прекрасными постановками. В этом наша сила и она остается. А в чем заключается работа главного тренера? Все-таки индивидуальный вид спорта, у каждого свой личный тренер тренерский штаб. Главный тренер смотрит за всеми спортсменами, которые являются членами сборной команды. И моя задача – помочь, увидеть, где-то подсказать, где-то чуть-чуть поменять направление. На тренировках тренер обязан создавать атмосферу, в которую хочется всегда приходить. У нас тяжелый вид спорта. Когда все говорят, как вы красиво катаетесь, легко, в легких платьях, с цветами. Нет, у нас очень тяжелая работа. И чтобы эта тяжелая работа не превращалась в такой страшный труд, когда не хочется туда идти, задача всех тренеров, и особенно меня, создать атмосферу, заинтересованности, открытий, новых элементов, у меня получилось. Когда у спортсмена это происходит, он сам хочет идти вперед. Вот это создание общей заинтересованности. И самое главное, спортсмены должны доверять мне, доверять своим тренерам, что мы никогда их не предадим, никогда не сделаем что-то, что было бы им во вред. Они должны знать, что мы за них, это наши дети, наше творчество, что они с нами, а мы с ними. Вот это главный тренер, сказала Чайковская. Член Международного олимпийского комитета МОК, олимпийский чемпион 1976 года француз Гидрю выступал за возвращение российских спортсменов на международную арену. Нет никаких причин лишать российских и белорусских спортсменов участия в международных спортивных мероприятиях. Особенно, когда речь идет об олимпийских играх. Я считаю, как и многие члены МОК, что политика не должна вмешиваться в вопросы допуска спортсменов к соревнованиям. Спортсмены готовились к олимпийским играм годами, и для некоторых это будет единственная возможность принять участие в таком мероприятии. Что думает Эммануэль Макрон и что думает Анн Идальго, мэр Парижа, это их проблемы. Решение будет принимать МОК после консультации со всеми членами МОК и президентом международных федераций, заявил Дрю в эфире радиостанции Францинфо. Продолжение следует...